Приветствую друзья, это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Сегодня 11 сентября главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании, госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дэвид Лемми прибыли в Киев, чтобы в числе прочего прояснить вопрос о разрешении ВСУ бить дальнобойным западным вооружением по глубине российской территории. О том, что такое решение несомненно последует уже в ближайшие дни, свидетельствует целый ряд факторов. Во-первых, об этом прямо заявил председатель Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол. Он поделился соответствующим инсайдом с журналисткой американского издания Axis Джули Грейс Бруфке. Она озвучила переданную им информацию, согласно которой сам Блинкен объявит о разрешении использовать в Украине ракеты ATECMS с радиусом действия до 300 километров. Во-вторых, Блинкен на пресс-конференции с британским коллегой Лемми пояснил, что в планах президента Джо Байдена обсудить с Лемми на встрече 13 сентября возможность нанесения украинцами дальних ударов с использованием западных вооружений. Очевидно, речь пойдет в первую очередь о ракете Storm Shadow. В-третьих, Байден тоже намекнул на днях на соответствующую возможность, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга. Один из этих журналистов как раз спросил, снимет ли глава американского государства ограничение на эксплуатацию Украины оружия большой дальности по российской территории. На что хозяин Навального кабинета сказал, мы прямо сейчас это решаем, процитировал его корреспондент. Наконец, следует иметь в виду, что вместе с Блинкеном и Лемми в Украину сегодня 11 сентября прибыл экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас находится в должности посла Украины в Британии. Его появление означает, что будут обсуждаться не только чрезвычайно значимые, но и чрезвычайно деликатные темы, касающиеся поддержки Киева. Деликатные настолько, что разговор с глазу на глаз был бы более предпочтительным вариантом, нежели видеозвонок. Решение о том, чтобы позволить ВСУ бить по российской территории ракетами АТЭКМС и аналогами, это не просто щелчок пальцев, а это разработка плана, которая будет содержать множество нюансов. Среди них целеуказания для экипажа, запускающих соответствующие дальнобойные вооружения. Какие это будут целеуказания и кто их будет давать? Ясно ведь, что на глубине 200 километров у ВСУ не так много возможностей, ну по крайней мере собственных возможностей, наблюдать за важными активами России в режиме реального времени. Но такие возможности есть у западных партнеров. Теперь предстоит решить, как именно эти возможности будут реализовываться, учитывая, что это станет первым случаем прямой поддержки со стороны Запада ударов по российской территории ракетами западного же производства. Блинкен в интервью Sky News совершенно не зря дал одно важное разъяснение по этому поводу. По его словам, в Вашингтоне делали все, чтобы украинцы вовремя получали все необходимое для эффективного отпора российской агрессии. Но одновременно, по его словам, там всегда вынуждены были учитывать разные факторы, среди которых это, а вот, например, способны ли ВСУ, в принципе, использовать и обслуживать сложные системы, передаваемые странами НАТО. Цитаты. «Когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это реально поможет украинцам достигать их цели», — сказал госсекретарь. Иными словами, речь идет скорее о неких технических аспектах, нежели политической воле. Решение, по сути, уже принято. И, очевидно, оно будет озвучено или уже было озвучено на сегодняшней встрече прибывших в Киев министр странных дел, ну и, я имею в виду, глав внешнеполитических ведомств с Зеленским. Если это так, то Россия может лишиться значительной части своего авиационного потенциала уже в ближайшие недели. И вот почему. Дело в том, что почти вся российская авиация, которая бомбит украинские территории, имеет максимальную дальность полета не более 600 километров. То есть 300 километров в одну сторону и 300 километров в другую. Это относится к самолетам Су-24, Су-25, Су-27, а также частично, то есть в случае повышенной бомбовой нагрузки для Су-30 и Су-34. Не говоря уже об ударных вертолетах, таких как Ми-24, Ка-52, Ми-28 и Ми-35М. У них у всех дальность полета намного меньше, чем 600 километров. Нужно понимать и другое. Ни один из самолетов России не станет рисковать работой на пределе. То есть многие из них будут намного ближе расположены к Украине, чем 300 километров. Потому что пролететь нужно туда и обратно с запасом топлива. Таким образом, все они будут доступны для поражения ракетами-этеком, с тормшеду, с кариб, джезом с безопасного расстояния. Даю слово украинскому военному эксперту Александру Коваленко. В своей колонке для издания обозреватель по этому поводу он пишет, цитата, Авиабазы в районе Ейска, Курска, Воронежа, Морозовска и других российских городов продолжают активно эксплуатироваться не только для нужд вездесущих Су-34, но также и для Су-25, Су-24 и других. Если бы Украина имела разрешение на нанесение ударов по всем этим базам ракетами западного производства, то Россия лишилась бы возможности активно использовать именно эти 90 процентов авиации, которую она никуда не отводила. А если бы отвела, то попросту не имела бы шансов долететь до границы с Украиной в полной боевой нагрузке. В свою очередь в средней зоне поражения, за пределами 300 километров от границы, у России остается только шесть аэродромов, которые могли бы использовать Су-34 и Су-35 для нанесения ударов по Украине. Но в основном в ближней приграничной зоне, так как дальности полета с полной нагрузкой не хватило бы. Это повлияло бы и на среднесуточное количество ударов по территории нашей страны, указал он. Затем привел нелицеприятный для иностранных друзей Украины вывод, когда наши западные партнеры оправдывают отсутствие разрешения ударов западным вооружением по России и непосредственно по аэродромам тем, что там уже не по чему бить, это откровенная ложь. Либо же это профнепригодность спикера, который не понимает или не знает о чем говорит. Заключил аналитик, явно пеняя в данном случае в сторону главы Пентагона Ллойда Остина, который несколько дней назад во время встречи в Рамштайне сказал, что мол, поскольку Россия вывела большую часть своей авиации за пределы дальности поражения ракет «Этэкомс», значит и с разрешением на удары «Этэкомс» по глубине России спешить не стоит. К счастью, теперь история с просьбами разрешения на дальнобойность, которая тянется уже третий год, вышла на финальный трек и, как ожидается, закончится положительно для Украины. Парадоксально, но сила, которая подтолкнула «Белый дом» к переходу этой очередной навязанной самим себе красной линии, это сама Россия, а точнее говоря, ее шашни с Ираном. Передача этой террористической державы баллистических ракет союзному режиму в Москве стала той соломинкой, которая перевесила чашу весов в вашингтонских кабинетах. Понятно, что в ответ на эти предполагаемые поставки Ирана баллистических ракет России, Штаты ввели санкции в отношении режима ИАТО, такие как блокирование полетов ведущей иранской авиакомпании, а также внесение в черные списки причастных к ракетной программе лиц. Тем не менее, всем ясно, что такой ответ в отношении без того обложенного санкциями Ирана был бы чрезвычайно слабым, если не унизительным для самих США. А вот разрешение для ВСУ бить этэкомсами по глубине России стал бы реальным возмездием. В конце концов, такова тактика нынешней американской администрации. Она заключается в следующем. Вашингтон придерживает отдельные решения как раз для того, чтобы добиться от противников необходимых шагов одной лишь угрозой применения соответствующих рычагов. Правда, в отношении России это едва ли работает, учитывая, что там действуют в основном без оглядки на Вашингтон. Это то, что должны были бы понять в американской администрации еще три года назад. Ни на какие красные линии Путин не реагирует, ни на какие рычаги он не реагирует. Он действует в рамках своего собственного плана, и этот план никак не коррелирует с каким бы то ни было решениями в Вашингтоне. Но лучше поздно, чем никогда, согласитесь. Именно поэтому мы можем только поаплодировать долгожданному решению, которое теперь уже практически неизбежно. К несчастью для России. В Кремле уже смирились с этим и ожидаемо разразились угрозами. Пресс-секретарь бучанского мясника Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа возможное снятие Вашингтоном ограничений на использование ВСУ предоставленных украинцам американских дальнобойных ракет для ударов по целям в России. Цитат. Он, то есть ответ, будет соответствующим, сказал Песков, добавив при этом, что на все эти действия специальная военная операция и является ответом. Хочу его разочаровать. Все возможные инструменты агрессии Россия в этой войне уже использовала. Ну, кроме разве что ядерного оружия, которое она, разумеется, не станет применять в ответ на ЭТЭКМС, летящие по дальним тылам в России. Более того, мы уже многократно слышали аналогичные угрозы со стороны российских властей на каждое новое милитарное решение со стороны штатов и их союзников. Но на данный момент, как известно, Путин не смог удивить мир ничьем, разве что несколькими эпизодами особенно жестокого террора против мирного населения. Проще говоря, Россия выжила из себя все, что она могла в плане террора. А вот Запад, откровенно говоря, даже не начинал по-настоящему помогать украинцам. ЭТЭКМС и Стормшедоу станут отличным подспорьем для ВСУ в том, чтобы отогнать российскую авиацию и ослабить один из ключевых факторов доминирования России на поле боя. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Мы сейчас ведем чрезвычайно важный сбор на дроны, которые позволят обманывать российские ПВО и охотиться за вражескими беспилотниками-разведчиками, тем самым ослепляя Россию и не давая ей возможности наводить свои ракеты на передовую и тылы. Эти дроны производят и эксплуатирует команда Константина Мельника, специалиста по дальним беспилотным системам Украины, которые часто появляются у нас на канале в качестве эксперта. Если вы хотите помочь команде собрать средства на производство этих чрезвычайно важных дронов, которые были разработаны командой Константина Мельника, вы можете переводить пожертвования через литовскую благотворительную организацию Hoplon Foundation, реквизит которой я даю в описании к этому видео. Банковский счет и PayPal счет. К настоящему моменту мы собрали уже более 21 тысячи евро из 49 тысяч 850 евро. Если вы хотите поддержать наш канал и вам нравится то, что он делает, вы можете сделать это, переводя средства через ресурсы, ссылки на которые я даю опять же в описании. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Отдельное спасибо команде Игоря Ицковича, который за время существования Hoplon Foundation перевел ей более 10 тысяч евро на нужды ВСУ. Помогал главному управлению разведкой Украины и сейчас помогает команде Константина Мельника. Его аналитическая компания SDA помогает поднимать стартапы и развивать бизнес. Ссылку на сайт SDA я даю в описании к этому видео, друзья. Всем, кто помогает украинской армии, низкий поклон. Ваша помощь спасает жизни. И отдельно благодарность всем, кто помогает нашему каналу, ведь он существует в значительной степени благодаря вашей поддержке, друзья. Мир и здоровья всем. До скорого.